А я хочу тут немножко прочитать это послание Колоссяна, 11 стих. Укрепляя всякую силою, по могуществу слава Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Смотрите, Он уже призвал нас к участию в чем? В наследии. И это наследие, исцеление, благословение, прекрасная жизнь, это наследие, избавившего нас от власти тьмы, от коронавирусов, от всяких проблем. И в этой системе этого мира, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, в мире будет скорбь, в мире будут проблемы. Но у нас что? Но у нас участие в наследии святых во свете. Избавшего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Смотрите, Он уже ввел нас, Он уже посадил нас на небесах во Христе Иисусе, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Наши грехи уже прощены. Теперь дальше. Смотрите. Ибо благодна было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, в ком, в Иисусе, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворил через Него кровью креста и земное и небесное. То есть земное, мы, оно примирено с небесным. Аллелуйя. То есть Библия говорит, Он из двух сделал одно. И мы не только Иисус в нас, но мы во Христе Иисусе. Библия говорит, здесь новое творение. И теперь смотрите дальше тут. Ныне примиряя в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными перед собой. Аллелуйя. То есть Иисус сделал нас такими. Нам кажется, что мы такие негодные, недобрые. Но Бог, Он простил и поставил. Сделал нас неповинными, святыми и непорочными. Аллелуйя. И теперь смотри. Который сделал себя служителем, это Павел пишет, по-домострительному Божьему, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей до язычников, которой есть Христос в вас, упование славы. Поймите, что Иисус, Он что-то сделал. Это не только вот исцеление, это первая часть. Поймите, выход из долгов, это первая часть. Мир с Богом, это первая часть. Освобождение всяких зависимостей, это первая часть. Но есть что-то дальше. Почему? Потому что, когда мы находим, пойми, что мы должны научиться, чтобы жить с Богом. А жить с Богом, это дома, когда ты сам молишься. Когда ты не просто в церковь, тебя притащили или ты ждешь. Ты видишь, ты дома молишься, ты поднимаешь свои руки и говоришь, Господь, спасибо тебе, слава тебе. Ты ищешь Его присутствие. И когда ты говоришь, когда ты общаешься с Ним, когда ты читаешь Библию, когда ты поешь, когда ты прославляешь, пойми, будет что-то, что Его присутствие, оно будет приходить к тебе. Слава Его, оно будет приходить. Какое благоволил Бог показать тайно, какое богатство славы в тайне сей до язычников. То есть, поймите, это такая первая часть, освобождение, исцеление, деньги, это первая часть, которую Бог дает. Есть нечто большее, потому что, когда ты входишь в Его присутствие, небо открывается больше, а общение с Богом открывается больше. Он начинает тебе что-то, например, что Он послал Духа Святого для того, чтобы открывать нам что-то. Потому что Дух Святой, Он будущее возвестит, Он дан для того. И поймите, это не только пророкам, но это будущее через что? Через сны, через общение с Ним, через общение в Духе. Халлелуйя. И вот это время последнее, просто Бог выливает свою славу. В этом году, с Нового года, что-то произошло с нами, по крайней мере со мной. Дух Святой наполнил нас только, что просто мы начали гореть. И этот огонь, и каждый раз теперь, когда мы молимся, это просто течет. Я считаю, что это в камеры течет, это течет вот здесь. И почему? Потому что вот 2020, вот этот год 2020, по еврейскому календарю, это год провозглашения. И мы провозглашаем, когда мы провозглашаем Его победу, когда мы провозглашаем Его радость, Его силу, то Его присутствие приходит. Это удивительно, когда ты в Его присутствии в другой раз, ты садишься в такси, едешь, и вдруг таксист говорит, о, вы что, говорит, пастор, ну да. Почему? Потому что присутствие Божие. Да, да. И вот это присутствие, это не просто кому-то, это для каждого верующих. Потому что пробуждение, оно приходит, оно начинается с нас. И я верю, знаешь, вот я сегодня хочу проповедовать, не просто, я говорю вам, не просто сейчас об исцелении, обо всем. Я просто проповедую, что есть люди, которые вы слушаете сейчас, и твоя жизнь должна пойти в сторону углубления, в сторону богоискания, в сторону того, чтобы другим рассказывать о Боге, в сторону того, чтобы самому пойти возлагать руки на больных, чтобы больные стали здоровыми, в сторону того, чтобы пойти изгонять бесов, в сторону добрых дел, Библия говорит, которых мы предназначены исполнять. Почему? Потому что Его любовь излилась. В сторону того, например, мы с женой решили, что, например, мы не будем ругаться и ссориться, мы прощаем друг друга. И знаешь, и не просто на будущее, на вперед. И я одну вещь такую сделал, знаешь, я сказал, Господь, я прощаю все, у меня был такой момент, всех вперед, на месяц, на два, на год. Всех, кто мне будет делать бяку или какие-то вещи. И я прощаю. И знаешь, когда я так помолился, это был месяц чего-то. Каждый пытался стать мне на ногу, каждый пытался у меня атаковать мои финансы, какие-то другие. Это что-то было такое, что я был готов взорваться. Но знаешь, через какое-то время это было так интересно наблюдать и смотреть, что ты в Божьем мире. Поймите, и каждый из вас. Давай, сделай со мной вместе решение. Скажи, я прощаю всех. Не только кто мне был должен. Вообще, все вперед. Всех должников. Всех, 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 всех. Кто мне будет делать плохо? В моей семье. Я прощаю всех вперед. Я делаю решение. Знаете, когда мы делаем решение, то Дух Святой, Он хватает нас за это. И в каком плане? То, что Он приходит. Библия говорит, что любовь Божия из нас в наши сердца через Дух Святого. То есть Дух Святой, Он что-то делает. Аллилуйя. Он приходит, и через это решение мы можем быть другие. Почему? Потому что мы вообще должны демонстрировать Царство Божие. А это Царство Божие, поймите, оно не за 3,9 земель. Это Царство Божие, оно в тебе. И я просто могу чувствовать, что оно не в чувствах, но оно течет. Оно в Духе Святом оно течет. И знаешь, есть призыв. Я призываю многих отдать свою жизнь Господу для того, чтобы служить. Чтобы проповедовать. Для того, чтобы свидетельствовать другим. Чтобы молиться за другим. Аллилуйя. Я однажды сказал, я был в тюрьме там, и укололся через иглу, и просто был мертвым. Почти мертвым. И знаешь, и демоны пришли и начали тащить меня в ад. И тогда я просто закричал, Господь, если ты меня спасешь, я поеду в Сибирь, я буду служить. И знаешь, и тот ангел пришел, и свет Божий, и моя жизнь, она изменила. Слава Богу. Если Бог спас меня, Он может тебя. Пожалуйста, делай решение. Я говорю, для всех верующих, вот тут мы все в немощах, знаешь, можно просто все время молиться за немощь, и они через какое-то время опять будут. Но знаешь, что мы должны? Мы должны научить тебя, чтобы ты начал молиться. Чтобы ты начал служить другим. И я могу чувствовать, как огонь Божий и сила Божия сейчас течет для тех, которые хотят отдать свою жизнь Господу полностью. Для того, чтобы служить. Не просто, чтобы тебе служить, но для того, чтобы служить другим. Для того, чтобы любить Его. Чтобы Царство Божие мы должны расширить. Я говорю, что в России, на Украине, везде, вот тут на советском пространстве все должно прийти пробуждение. И люди просто поднимаются. И будет очень много, очень много людей. И ты один из них, который пойдешь. Не важно, сколько тебе лет. Я знаю, что в 60 лет, в 50 можно идти проповедовать, свидетельствовать и говорить. А что свидетельствовать? Да вот ты исцелился, пойди расскажи соседу. Когда ты начнешь говорить, что я исцелился, ты утверждаешь это. Я заметил, чем больше я рассказываю, что я исцелился, у меня было три инсульта. Чем больше я рассказываю, это все уходит. Каждый раз, когда я говорю, я просто утверждаю то, что Бог сделал. Я утверждаю Его правду, я утверждаю Его Слово. Поэтому говори, не бойся, говори, свидетельствуй. Я получил деньги, свидетельствуй другим. Потому что Бог это дает деньги, Иисус дает деньги. Пойми, и Он дает для того, чтобы мы жили хорошо, для того, чтобы мы любили Его. Потому что каждый раз Его даяние, что оно возбуждает? Оно возбуждает во мне благодарность. Я говорю, какой хороший Папа, какой хороший Бог. Почему? Потому что Он любит. И Он это делает из-за Своей любви. И Он дал нам наследие. И я верю, что поймите, это Царство Божие, это радость. Сегодня так мало радости, но у нас радость. У нас Дух Святой. У нас прорывы. И Бог очень хороший. Я хочу молиться. Отец, во имя Иисуса. Пожалуйста, если есть люди там, ты преклони колени, скажи, Господь, я хочу тебе служить. И огонь Божий прямо сейчас, Он наполнит тебя. Отец, во имя Иисуса. Те люди, которые хотят служить, мои братья и сестры, даже те, которые были преступниками, те, которые может быть никто, ни во что устрасть. Я знаю, что Бог тебя любит. Бог ставит. Неважно, может, ты пять раз был замужем, или четыре раза ты сидел в тюрьме. Бог тебя любит, и Бог хочет использовать. Он хочет из тебя сделать конфетку. Неважно, кем ты был, но важно, кем ты стал. Он хочет, Он благословляет тебя. И сила Божия, сила Духа Святого, прямо сейчас, сердце, огонь Божий, Он приходит, который зажигает, чтобы ты отдал свою жизнь, чтобы ты начал служить, чтобы ты начал благословлять. Да, да, да. Могущественное имя Иисуса. Аминь, да. О, в имя Иисуса это течет. Аллилуйя. Будь благословлен, будь наполнен силой Божией, будь наполнен Духом Святого. Аллилуйя. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok